Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Прилуцкая, вы на канале Вязание это модно. Я тут долго мастилась, как бы мне уместиться в кадре, чтобы закрыть все собой, все неприглядности, скажем, постоянно. Получается, что в кадр попадает что-то личное из объема комнаты. Ну, так вот я живу, поэтому ничего специально убирать для вас не стало. Может быть, где-то видно провода, может быть, что-то еще. Лучше меня простите, но вот так. Ничего специально тут как бы вылизывать мне не хочется, а потом опять раскладывать на свои места. И вот там в коридоре сейчас прошла дочка на кухню. В принципе, мне снимать-то больше негде. У дочери своя комната, у меня своя комната, никаких фотостудий и видеостудий у меня здесь нет. Я собой закрываю, кстати, переносной кондиционер, чтобы вам не было его тоже видно, чтобы была более удобоваримая картинка в кадре. Ну, что-то я, по-моему, слишком много на это обратила внимание, скажете вы, да? Если бы я ничего не сказала, никто бы и не понял. Наверное, так. Друзья, у нас сегодня вязальный влог. Я рассказываю, показываю вам, что я сейчас вяжу, что у меня на спицах, что на крючке. Рассказываю какие-то свои впечатления о работах, о людях и так далее. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Первое, что я хотела бы вам показать, это мой проект, который я веду в Телеграм и на YouTube он тоже будет. Я не знаю, какого числа выйдет это видео. На YouTube этот проект в закрытом доступе стартует с 20-го числа. Это мой кардиган. Это не мой. Это кардиган от бренда. Я нашла эту фотографию в Pinterest и вяжу просто по фотографии. Это кардиган санталина. Вот такого он замечательного цвета. Узоры простые. Кардиган замечателен своими, так скажем, убавками-прибавками, если можно это так сказать. Или, как меня всегда поправляют, убавлением и прибавлением петель. Потому что прибавки-убавки, это непонятно, что это такое. Почему я назвала его санталина? Вот за этот замечательный цвет, который я сама смиксовала из двух оттенков пряжи. Вот эти два оттенка пряжи. Это Alize Superlana Tic. 570 метров в 100 граммах. Вот вяжу я в две нити. Оттенок, который серый, это 21-й. А оттенок, который вот такой оливковый, это 138-й. То есть вот так я вяжу в две нити спицами номер 4. Если хотите присоединиться к этому нашему проекту, то присоединиться можно в любое время и смотреть его как на YouTube, так и в Telegram, где вам удобно. Стоит он очень-очень дешево. Я выслала реквизиты одной из своих зрительниц. Она зачем-то умножила сумму на два. Сказала, что у меня очень скромные запросы. Ну, может быть, я не знаю. Но мне кажется, что для такого несложного изделия, для того формата, как я показываю, как я вяжу и рассказываю об этом вам, так это нормально. Хотя, да, я знаю нескольких блогеров, которые бы умножили сумму для своих зрителей на 10 примерно. Не важно, но есть и другие блогеры. Хотя Оля Белиза, вот она не блогер, у нее нет на YouTube канала. Она просто вела свои чаты в Instagram, а теперь, по-моему, перешла чисто на Telegram-каналы. Кстати, кто вяжет крючком и знает Олю по стране мам, я бы вам рекомендовала загрузить в Telegram и попытаться ее там найти. Если вам интересны крючковые модели, самые-самые современные, которые вот только появляются, Оля разбирает все эти модели. И действительно, вот у нее цена очень-очень демократическая. Приятный человек, она мне очень нравится. Я обратилась к ней, я не знаю, сколько ей лет, я никогда ее не видела, мне кажется, что она намного меня моложе. Я обратилась к ней всего лишь один раз в личные сообщения. И она очень как-то по-доброму отреагировала, когда я собралась вязать вот это вот платье белое. Я вам сейчас поставлю фотографию на экранчик. Вяжу я его из пряжи Семеновская Кобра. Это пряжа 100% хлопок, 285 метров в 100 граммах. И пришла мне эта пряжа от магазина Мир Вышивки, который дает моим зрителям 10% скидку на покупку всего ассортимента, не только пряжи, но вышивки и каких-то аксессуаров, инструментов и так далее. Промокод у меня всегда закреплен в первом комментарии и в описании моих видео. Вы, наверное, это уже видели. У меня была готова к платью кокетка. Сейчас я вам ее покажу. И тоже она у меня уже много раз мелькала на видео. Я снимаю серию уроков по филейному вязанию. Кокетку там показывала. Вот сейчас мы как раз с вами подошли уже к воплощению этой кокетки. В предыдущем видео я показала, как вязать филейную сетку от угла. А теперь осталось только показать вам, как вязать вот такие вот пышные столбики, выкладывать ими узоры. И, пожалуйста, вот такую кокетку вы можете связать. Так вот, в этом платье я не видела спинку. То есть у меня не было фотографии, как вяжется спинка. Я обратилась к Оле, она мне прислала фотографию спинки. Я вам тоже ее сейчас поставлю на экранчик. А также прислала мне фотографию своей начатой работы в разложенном виде. По ней я смогла сориентироваться, как там мне дальше быть с поясом. Вот, что у меня еще готово по этому платью? У меня готов рукав. С ним я разобралась полностью сама, вычертила схему. И мне кажется, что я вам тоже уже неоднократно этот рукавчик показывала. У меня здесь вывязано кат рукава. Я приглашала друзья желающих в совместный проект вязания, также в телеграм и на ютуб со мной. Тоже на платной основе, чтобы вот связать вместе вот это летнее платье. Но желающих не оказалось. А, точнее говоря, было два человека. Ну, как-то я подумала, что для двух человек снимать серию видео и закрывать их. Ну, как-то это... Для чего? Для чего? Зачем? Поэтому этого проекта у меня нет. Дальше я связала поясок. Поясок здесь вот такой. А, это уже я пошла вверх вязать. Это я уже пошла вверх вязать как бы само тело платья. Здесь тоже очень красивый узор. Вот так вот он выглядит. Вот. Ну, надеюсь, что когда-то я с этим платьем разберусь. Пока это платье у меня в заброшенном виде. Вот как сложила его в коробку и давно уже к нему не прикасалась. Я думала, что я успею связать это платье к своему отдыху. Но, к сожалению, у меня не получается. Я реально вижу, что не получится. Потому что вот взялась еще с совместным проектом. Есть, конечно, у меня ответственность. Я уезжаю 12 числа на отдых. И мне нужно до 12 успеть полностью связать этот кардиган. Но также рассказать всем, как я его вяжу. Кто не знает, что такое совместное вязание, у нас там никаких сроков нет. Мы не отчитываемся друг перед другом. Мы просто вяжем так, как каждый хочет. В своем темпе, в своем ритме и так далее. Что у меня еще на спицах? У меня же шорты. И те шорты, которые я вам показывала, я их сняла со спиц. Потому что я их буду распускать. Вот, помните, я вам показывала вот этот вот кусочек вязания. Вот этот вот кармашек. Говорила, что я здесь буду продолжать. Что я здесь вывязала. В общем, распустила я все это. Ну, еще не распустила, сняла со спиц. Из-за укороченных рядов. Который мне не понравилось. Как выглядит вот здесь, вот в зоне кармана. Вот у меня укороченные ряды. Так, как бы вам показать-то. Вот они вот здесь вот. Под этой дырочкой кармана. Вот здесь. Так. Вот они. Вот они, укороченные ряды. Сейчас их видно. Вот они вот так вот идут здесь, да. И они в самом видном месте. Получается, что это половинка шорт. Да, конечно, получилось поднять переднюю часть и опустить спинку. Видите, насколько спинка опустилась? Но вот эти укороченные ряды, которые связаны вот здесь в зоне кармана, мне не понравилось, как это выглядит. Конечно, это можно принять за подклад кармана, но все-таки что-то не то. И поэтому я решила вязать по-другому. И также мне не понравилось, что я вот здесь вот в зоне соединения взяла маленькое количество петель, что это может растопыриваться вот здесь. В своем следующем варианте я здесь взяла 6 петель. Я вам сейчас это все покажу. А также поговорим о мастер-классе на эти шорты, который выйдет на канале. Попробую вам сейчас показать, друзья. Так, смотрите. Вот это под застежку. Вот карманчик. Здесь у меня уже будет соединение на 6 петель. Вот такое побольше. Вот так будет выглядеть карман. Это я еще ничего не стирала, не отглаживала. Здесь вот есть укороченные ряды. Вот они, видите, они слегка уже здесь подняли спинку. А следующие укороченные ряды, вот видите, сейчас у меня тут кармашек выглядит хорошо. Здесь никаких нет укороченных рядов. Следующие укороченные ряды, смотрите, я куда спрятала. Здесь есть вот такой район, где начинается уже как бы вывязываться ластовица. Вот. И я спрятала эти укороченные ряды именно сюда, в этот момент. То есть это то, когда мое вязание зайдет уже вот как бы туда, за линию бедра. Мне показалось, что... Ой, за линию бедра. Что это я говорю? Короче, вы поняли. Туда, в то место, я его неправильно назвала в предыдущем своем видео. Мне сказали, что надо называть линию паха, мне кажется. Ладно, хорошо, будем так называть. Вот. Я посчитала, что так будет лучше. Вот они, эти прибавки, они не кучно... Ой, прибавки, вот они, эти развороты. Они так не кучно легли, как там у меня. И мне кажется, что после стирки утюжки здесь будет все еще гораздо лучше. Я уже здесь перешла на вязание штанины. Вот сколько у меня уже связано штанинки. Какой длины буду вязать, не знаю. Вот девочка на работе у меня спрашивает. А, да, вот уже даже карман вот туда, который опускается, связала. Вот. И отдельный кармашек связала, который будет второй как бы подклад. То есть, да, друзья, вы же понимаете, что тут нужно будет связать, чтобы вот туда засунуть руку, карман, нужно будет связать... Вот я вам сейчас изнанку показываю, вот как выглядит изнанка. Нужно будет связать еще один карман, который будет вот сюда. Еще один. И этот карман будет сшит с тем, чтобы когда ты засовываешь руку, она действительно попала в карман. И вот этот вот отдельный карманчик я уже тоже связала. Поэтому я, наверное, сегодня сяду для вас снимать первую часть мастер-класса. Ну, если себе не захотите связать шортики, то мне кажется, своим детям, внукам, возможно, да. А почему говорю так? Так, потому что по статистике моего канала в основном меня смотрят женщины после 50 лет. То есть молодежи у меня на канале очень мало. Смотрит моя возрастная аудитория. То есть то, какого я возраста, те люди меня и смотрят. Вот. Поэтому, может быть, шорты кто-то из вас не решится носить. Я их тоже в обычной жизни, скорее всего, 99,9 процента, что в обычной жизни я их на улицу не одену. И я их хочу взять с собой на отдых. И моя задача, опять же, тоже довязать их до 12-го числа. Вот. Там я со спокойной душой могу одеть то, что я вообще хочу. Вот. Потому что там люди как-то друг на друга внимания не обращают, кто в чем ходит. И исключена возможность столкнуться с какими-то знакомыми, что очень тоже как бы влияет на свое, на твое ощущение тебя в этой одежде. И потом отдых он сам как бы располагает к тому, чтобы одежда была такая, ну, не то чтобы неформальная, но там приветствуется и открытая, и какие-то кричащие цвета, и прочее, и прочее. Потому что все окружающие тоже на отдыхе, и они понимают, что ты на отдыхе. И, в общем, как бы вот ты находишься в зоне таких положительных эмоций. Теперь, друзья, как же обстоят мои дела с проектом совместного вязания, который вот только что прошел у меня на канале. Фотографию тоже поставлю вам сюда на экранчик. Мы вязали по именно этому снимку модельку с крючковым верхом, с крючковой круглой кокеткой и со спицевым низом. Сегодня я получила комментарий от своей зрительницы. Он мне очень понравился. Комментарий приятный, добрый. Я, конечно же, его озвучила на канале. Она сказала, что когда она увидела фотографию и картинку этой работы, она подумала, что это очень сложно. А теперь она смотрит уже вторую часть моего видео, и ей все понятно. И, оказывается, это несложно вообще. Да, действительно, друзья, оказывается, это вообще несложно. Вот. Поэтому, если хотите, присоединяйтесь. Даже те, кто крючком не вяжет, попробуйте. Кокетка вяжется очень быстро. Там всего лишь столбики однообразные с накидом. У вас все должно получиться. Вот смотрите, что здесь у меня. Работа немножко застопорилась, потому что, как вы понимаете, я сейчас занята тем, другим и третьим. Но, во всяком случае, но, во всяком случае, росток я связала полностью. И у меня все на одной паре спиц, поэтому я боюсь, как бы у меня не соскочило. Так, и я отделила петли рукава, набрала подрезы, но еще я даже ни одного ряда не провязала. Подрезы у меня маленькие. Почему? Я объясню. Мы с вами считали 17 петель. В итоге я набрала 6 или 7, потому что у меня есть арифметическая ошибка, когда я выходила на количество петель. Хорошо, что одна из моих зрительниц, но потом, правда, еще одна, обратили мое внимание на то, что я в уме неправильно сложила цифры. И в итоге ошиблась в тех сантиметрах, на какое количество петель мне нужно здесь выйти. Вот. Поэтому подрезы делаю маленькие, иначе у меня получится огромная работа, если я сделаю большие подрезы. Ну, не огромные, но она мне будет большая. Так, пряжи мы, основное полотно из Беллы. Это 100% хлопок. А вот эту кокетку я связала из пряжи газал Бэби Коттон, которая у меня осталась тоже от кофточки с круглой кокеткой, но связанной спицами. Это пряжа потолще. И изделие, в общем, мне нравится, как выглядит. Было бы хуже, если бы более тонкая пряжа легла наверх. Да, а когда более толстая пряжа наверху, то получается все просто замечательно. Поэтому, если у вас есть две пряжицы, которые вот таким образом можно состыковать, то, пожалуйста, у меня спрашивали, можно ли на тело вот здесь вот пустить Ализе Дива. Почему нельзя? Конечно, можно. Дива струящаяся, она очень даже подойдет. Можно все связать. У меня была задумка все связать из Дивы. То есть и кокетку, и само полотно, и я вам показывала Диву. Ну вот, а решила в итоге так. Ну, будет вязаться, потому что здесь застопорилась, потому что лицевая гладь. Если я не успею связать, нет, на отдых брать не буду, мне кажется, это будет тяжело. Я, скорее всего, на отдых. Тяжело в смысле в чемодан, потому что там существуют ограничения. Я сейчас, друзья, услышала, что надо уже доплачивать в самолете не только за багаж, но и за ручную кладь, платить какую-то сумму денег. Хочется взять что-то с собой. А, допустим, вот вещи, на моя пляжная туника, поставлю сейчас фотографию, вот туника весит 400 грамм. Всего можно в багаж 10 килограмм. Килограмм с чем-то весит сам чемодан. 400 грамм туника – это уже 2 килограмма. Все, только одна туника. Нужно взять еще много всего. И основное, конечно, получаются не вещи, а какие-то принадлежности. И я всегда беру с собой что-то такое, что я потом оставляю и выбрасываю там. Например, если я беру банку крема, я беру уже начатую банку, которую я там выкидываю, зумную пасту выкидываю. Ну, в общем, от всего избавляюсь, от чего я могу избавиться. И выкидываю это там, чтобы эти граммы убрать. И я могла бы позволить себе что-то привезти, какие-то сладости или какую-то еще покупочку положить в чемодан. Конечно, очень странно сейчас это все. Раньше как-то летали, все возили, все было нормально, а теперь вот 10 килограмм – и все. Ну, ладно, об этом. У меня, кстати, была пренеприятнейшая история с моей поездкой, но это, наверное, больше касается влога, к вязанию совершенно не относится. Возможно, я на своем влоговом канале расскажу, и я смогла из этой ситуации выкрутиться. Друзья, я была на волоске от того, что я не полечу отдыхать на море. Сказать, что я была расстроена – это прям ничего не сказать. Я была очень расстроена. Я приложила массу усилий в течение нескольких дней, чтобы эта поездка все-таки состоялась. Теперь, друзья, что у меня со скатертью. Вот именно этот проект я почему-то и хочу взять с собой на море. В прошлый раз на море я брала топ-диагональ, которую вязала из этой же пряжи. Сейчас вот креплю здесь, чтобы у меня не распустилось много. Из этой же пряжи, что сейчас вяжу скатерть. И в итоге я вам сказала, что топ мне не понравился, потому что полотно его выглядит как занавеска. Ну, кто-то говорит, что очень красиво. Возможно, я вернусь еще к вязанию вот этого куска, который я связала. И, может быть, это все-таки будет топ. Может быть, не занавеска. Не знаю. А теперь хочу взять с собой скатерть. По этой скатерти мы с вами идем именно на основе ее. Вот уже как хорошо видны узоры. именно на основе этой скатерти я снимаю все свои уроки по филейному вязанию. То есть мы с вами и клеточки заполненные, и пустые, а также вот эту вот гиперную сетку. Все это изучили на основе этой скатерти. Вяжу я ее из пряжи Ян-Арт Вай-Олет. Это 50 грамм, 282 метра, 100% мерсеризованный хлопок. Вяжу крючком 2,5. Кажется, это крючок от Книт-Про. Да, по-моему, 2,5. Я стала плохо видеть. Или 2. Это, наверное, самый дорогой крючок, который у меня есть. Очень удобный. Мне вот такая плоская ручка очень нравится. Я держу крючок неправильно. Кто со мной меня видел, тот знает, что я держу крючок вот так, когда вяжу. Я знаю, что нужно держать вот так, но мне так неудобно. Вообще неудобно. Меня вот как научили в детстве, конечно, ребенок так взять не сможет. Я бы вообще ничего не смогла связать. А вот так я с бабушкой вязала. Вот эти коврики, которые мы с ней вязали, кругленькие. Вот. Схему брать не буду. Вот мне все говорят, что надо просто отмечать по схеме. Смотрите, друзья. Вот. Просто отмечать по схеме. Вот. Идти, зачеркивать. И так гораздо удобнее. Я даже как-то это себе немножко не представляю. Мне так неудобно. И я рассказывала вам, что я делаю для себя вот так. Я все ряды расшифровываю и записываю в строчку. 63 ряд. Один полный, один заполненный, один пустой. То есть я делаю вот такие вот записи. Пустые заполненные клеточки. У меня все ряды расписаны. Я сейчас, кстати, вяжу 64 ряд. И так мне очень удобно вязать. Я, конечно, весь блокнот с собой брать не буду. Он очень тяжелый. Сделаю себе расшифровку на ряды. Распишу их. Или даже не буду делать расшифровку. Этим можно заняться и там. Зачем мне сидеть расшифровывать, да? У меня вполне может быть для этого время и там. Где-то и у бассейна. И, возможно, даже на пляже. Вот. Потому что я такой себе пловец. Я не особенно умею плавать. Поэтому я больше времени, наверное, провожу. Хотя я люблю. Но мне очень страшно. И я могу плыть только тогда, когда я знаю, что у меня под ногами есть дно. Поэтому я плаваю в зоне от, до. И больше нигде. Вот. И там я несколько метров проплыть могу. Вот, друзья. У меня еще есть носки, которые совершенно не продвигаются. Где-то они лежат. Я даже не знаю где. И еще есть плед, который тоже заброшен на несколько месяцев. Это все мои проекты. Вот все я вам рассказала. Сегодня я еще хотела поговорить немножко о журналах. Обратила я внимание на то, что большой популярностью, ценностью, как бы, являются журналы Верена. У меня есть, по-моему, три или четыре журнала Верена. Их я покупала когда-то очень давно. На Авито. Я съездила к одной женщине. У нее были журналы по вязанию. Я не помню, что я хотела вязать. И когда я к ней пришла, она мне вот достала стопку журналов. К Верене она подложила такой журнал, который называется «Диана маленькая». И меня очень удивило, что она мне назвала цену на Диану выше, чем на Верену. Я вам сейчас покажу эти журналы. И мы с вами немножко поговорим и полистаем один из журналов «Диана маленькая». Друзья, ну вот наши Верена и Диана. По сравнению с Вереной, конечно, Диана маленькая, хотя это всего по полтора по сантиметрику стоя с другой стороны. Верену мы сегодня смотреть не будем, а вот эту замечательную Диану посмотрим. И первое, что мне бросилось в глаза, я давно не перебирала свои журналы, хотя их у меня, ну, если вы сейчас посмотреть на стопку, ну, может быть, штук 10-12 у меня есть. Посмотрите, вам ничего не напоминает вот этот вот узор майского номера 99-го года. По-моему, это самый, что ни на есть, тренд. И либо в этом, либо в прошлом году все буквально вязали из этого что-то. Чуть ли не кученели какой-то. Я не вязала, не знаю. Но, друзья, правда ведь это же вот этот узор и этот. Малиновая кофточка тоже очень интересная. На ней сложно рассмотреть узорчик, но это очень интересные ромбы и сеточка в верхней части. Актуальнейшая модель на сегодняшний день. Листья. Причем, листья очень своеобразные. Не такие навязчивые, как вязали вот буквально совсем недавно. Вот такие листья я бы себе связала с удовольствием, пустив или одну ветку, или, как здесь, три веточки. Понятная схема. Описание данной модели прям вот здесь, что мне очень понравилось в этом журнале, что не нужно рыть середину, смотреть номер модели и где-то там мелким шрифтом чего-то выглядывать. Посмотрите. Ну вот он. Вот этот вот узор, о котором я вам говорю. Самый, что ни на есть тренд. 99-й год. Ромбы. Ромбы, связанные с помощью накидов, вот эти вот воздушные ромбы. Розочки, которые вывязаны жаккардом. Цвета самые приятные. То, что сейчас тоже в тренде. Написано женственный жаккард. Воздушные ажурные ромбы. Даны все схемы. Такой пуловер я бы себе тоже с удовольствием связала. Две замечательные модели. Это журнал. Вот просто я его открыла и мне здесь нравится все. Обычно, когда ты открываешь журнал, то что-то тебе нравится, а что-то не нравится. И вот я открываю эту Диану и понимаю, что мне нравится все. И я готова связать из этого журнала каждую модельку. И вот эту модель, удлиненную с ромбами, написано эффектный блестящий пуловер с продолговатыми ажурными ромбами. А справа простой пуловер в пастельных тонах с косами и резинкой. И резинка сейчас актуальна. Вот, к сожалению, не вижу полупатентной это резинка или просто резинка. И очень простой оран. Он приятный силуэт. Мне очень нравится. Посмотрите, вот этот вот узор. И если посмотреть, какие здесь узоры, чередование узоров. Так, что здесь пишут? Пишут про резинку. Да, резинка. Но я так поняла, что это резинка один на один, а не полупатентная резинка. Потому что иначе бы вот здесь вот написали в чередовании узоров, что здесь есть полупатентная резинка. Классный. Просто классный. Узоры выделены в отдельную коллекцию в центре. И дается красивая фотография для этого узора. И чуть ниже, прямо под этой фотографией, дается схема. И вот он, этот замечательный узор, который был или есть сейчас до сих пор в тренде. Посмотрите, как здорово. Просто прелесть. Вот это вот интересная модель. Я сначала на нее смотрела, когда думала, ну вот все нравятся, все нравятся, а вот это нравится или нет. Стала ли бы я ее вязать? И думаю, что да. И когда я рассмотрела, я думала, что здесь двухцветное вязание, то есть два цвета стыкуются. А потом пригляделась и поняла, что вязание это трехцветное. Здесь стыкуются пряжи трех цветов. И если посмотреть вот здесь вот разбивки, то здесь темно-синее и синее. Так. И цвет морской волны. Темно-синее и синее. И цвет морской волны. Вот это, видимо, темно-синее. Это синее. А вот по центру цвет морской волны. Из этого цвета морской волны оба рукава. Очень интересно. Здесь можно подобрать и другие цвета. Попробовать их состыковать между собой. Как это пойдет в переплетение косы, я бы с удовольствием связала и такой пуловер. Дальше. Это вот у нас закончились узоры. И пошел оливковый пуловер. Оливковый цвет, горчичный цвет. Сейчас очень моден. Интересные косы. Они довольно-таки объемные. И резинка. И тоже мне очень нравится. И вариант, когда вот горчица добавлена, получается, в перед и спинку. А шоколадом вывязана резинка внизу и рукава. Мне тоже очень нравится. Написано, оригинальная комбинация рельефных кос и спортивной резинки. Просто прелесть. Правда? Смотрите, этот разворот. Отличные модели. Мне очень-очень нравится. Это пэтчворк. Узорный пэтчворк. То есть, не вязание из квадратов. И потом, как-то эти квадраты стыкуются. А сразу вязание единым полотном. Но в полотне вывязываются квадраты различными узорами. Тоже в тренде. Тоже этим вязали. Очень интересная модель. Актуальный цвет. Очень красиво. Повторила бы, не задумываясь. Но, наверное, сделала бы не пуловером, а кардиганом. Как, друзья, вы смотрите на то, чтобы связать вот такой летний кардиган. С разбивкой по центру. Да? Было бы просто шикарно. А также и вот такой пуловер я тоже вижу в варианте летнего кардигана. Сделать длиннее рукава, используя вот всю эту схему полную. Здесь она взята только укороченным вариантом. А вот использовать всю эту схему, можно сделать длинный рукав и сделать кардиган. Жаккард простой. И мне кажется, что лучше даже сделать, может быть, это не жаккард с протяжками, а сделать это либо интарсией, либо вышивкой по полотну. Потому что уж очень огромные будут протяжки. Кстати, если посмотреть описание номера 9, я сейчас посмотрю, что они здесь пишут и скажу вам. Ну вот они здесь пишут, что вязать по счетной схеме, по норвежской технике, свободно протягивая рабочую нить по изнаночной стороне изделия. Ну такое, ну такое себе, не знаю. По изнаночной стороне столько протягивать. Смотрите, на каком расстоянии находятся друг от друга эти цветочки. Как-то даже не знаю. Я посмотрела счетную схему и получается, что тут нужно делать протяжку в самой узкой части, аж через 17 петель, а в самой широкой, так еще через большее количество петель. Я себе такие протяжки не представляю, которые в свободном полете висят. Ну, никто же нас не заставляет вязать именно так, как тут написано. Правда ведь? Так, вот такая футболочка. Она здесь называется полосатым пуловером. Как вариант извязывания остатков, очень-очень интересная. Узоров, различных вариантов сочетания цветов, а не узоров. Узор здесь прописан. А здесь цвета, так интересно названы цвета. Послушайте. Цвет горячавки, цвет яблока, желтый и цвет хвои. Очень красиво. Дальше. Вот такая вот красивая кофточка. Называется она пуловер в серых тонах. Здесь, похоже, не только белый и черный, но вот эти вот полоски, мне интересно, чем они вывязаны, вот эти вот полоски. Так, потребуется цвета графит. А, это все-таки какая-то другая пряжа, наверное. Цвет платины, белый цвет и серебристая пряжа. Это какая-то другая пряжа. Ну, очень интересно, кстати. Очень интересно. Навсегда в моде элегантный трехцветный ажурный пуловер со снятыми петлями с люрекса цвета платины. Тут еще люрекс. Да, согласна, что это модель на все времена. Просто на все времена. Дальше пошли еще дополнительные схемы к тем моделям, которые не вошли на страницы, вот где приведены модели. Жилеты классные. Из них только вот этот у меня под небольшим сомнением. не просто вязание. Я так понимаю, что его, наверное, нужно еще подваливать. Потому что я не вижу на нем и не вижу на нем прямо вот петель, как он связан. Как будто бы, правда, его связали, а потом подваляли. И тоже очень интересные, очень интересные листья, которые были актуальны. Актуальны в этом году, в прошлом году. Вот, может быть, только по поводу этого жилета у меня был бы вопрос. Вот, может быть, вот такие листья на спинке я бы не хотела. А вот такой жилет я бы связала однозначно. Такой жилет мне очень нравится. И его цвета, и его оформление, узор, вот ряд этих пуговиц. Написано, что это жилет модного зеленого цвета. Ну, модный зеленый, ну, да, фисташковый, наверное, с обвязанными крючком краями и металлическими пуговицами. Похоже, что этот жилет кто-то вязал. Здесь есть небольшие пометки карандашом. Вот я бы тоже такой жилет связала. Получается, что в этом номере единственная вот эта модель на последней странице у меня под вопросом. А все остальные модели просто подряд я бы связала. И есть анонс следующего номера. И здесь мне тоже нравится все. Поэтому, друзья, хотела бы обратить ваше внимание на такой журнал. Скажите, есть ли у вас такой журнал Диана Маленькая? Вязали ли вы что-нибудь по этому журнальчику? Нравится ли он вам? Ну, а на этом, друзья, все, чем я хотела бы с вами поделиться. Очень надеюсь, что этим видео было вам немножко интересно. Как всегда, буду рада вашим лайкам и дизлайкам. Все они помогают продвижению моего канала. Всем пока-пока!